Добрый вечер! На канале БУК-ТВ большие итоговые новости. В студии Ирина Левчук. Неделя позади и самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти 7 дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. Смотрите в сегодняшней программе. Встреча с городом полвека спустя. В Бресте с официальным трехдневным визитом находится чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Беларуси Евгений Лукьянов. Насыщенная программа с посещением школ, в которых учился высокопоставленный дипломат, предприятие, как итог, встреча с председателем Брестского облсполкома Юрием Шулейко. Открытый диалог. Министр образования Беларуси Игорь Карпенко встретился со студентами Брестского государственного университета имени Пушкина. Сохраняем статус самого чистого и зеленого города. Протестировали первый в Бресте электробус. Ведется подготовка территории под новый квартал с природным акцентом. Скоро на Вульке появится законченный ансамблевый комплекс «Лесной парк». В эфире программа «Итоги недели». Мы начинаем. В Бресте с рабочим визитом находится чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Беларуси Евгений Лукьянов. Конечно, поездка рабочая, и она предполагает официальные встречи. Но высокопоставленный дипломат, руководитель дипломатической службы России в Беларуси – наш земляк. Он некоторое время жил в Бресте и учился в трех брестских школах. Не посетить их, не вспомнить бесшабашное детство, не поностальгировать о приятных днях – Евгений Владимирович не мог себе отказать в таком удовольствии. Маленькая и по-домашнему уютная средняя школа номер 4 степлом встретила своего почетного бывшего ученика, чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Беларуси Евгения Лукьянова. В этот день ему особенно хотелось увидеть ту самую маленькую деревянную школу на Волынке. Когда ехали в Беларуси, то супруг сказал, что, ты знаешь, у меня мечта, ну, может быть, не мечта, а желание в Брест посетить первым из всех городов, потому что я там учился, и это мое детство, я помню. И он много очень рассказывал мне, но самое главное, что он больше всего, конечно, рассказывал про Волынку и про вот эту школу четвертую. Ну, и вот реализовал свое желание, свою мечту. Мы первые приехали сюда, в Брест. И вот, посмотрев эту школу, я действительно понимаю, почему он ее запомнил больше всего, потому что, ну, такая семейная, уютная. Эта школа особенная. Как говорит Евгений Лукьянов, это его первое белорусское впечатление. Его четвертый и начало пятого класса. Об этом периоде сохранилось множество самых теплых и ранних воспоминаний. Он помнит о том, как школа выглядела тогда, как проходили уроки, помнит ребят, с которыми учился, и, конечно, учителя. Воспоминания у меня, как у Хвейлипка. У нас четыре парты стояли в одном помещении. Было четыре ученика. Первый, второй, третий, четвертый класс. Я в четвертом. Пока учительница их проверяла, одна учительница была. Я все домашние задания делал. Очень был хороший ученик такой. Всегда все выполнено. Все нормально. А потом мы парты раздвигали. И там по субботам, тогда была шестидневная неделя учебная, и по воскресеньям там показывали кино, приезжала кинопередвижка. Кран. Ну, не просто, конечно, но все равно такой. Висячка. И танцы там были для местной молодежи. Одновременно использовалось для школьных нужд. В ходе этой совсем неделовой встречи для Евгения Владимировича была проведена своеобразная экскурсия по школе и ее территории. Пройдясь по коридорам и знакомым кабинетам, посол отметил, что спустя годы школа, не утратив своей аутентичности, стала только красивее. Также всем присутствующим был продемонстрирован трогательный фильм об истории школы, во время просмотра которого Евгений Лукьянов, всматриваясь в каждый кадр, искал знакомые себе лица. Особым моментом стал подарок-сюрприз дипломату от школы. Альбом сохраненных архивных документов с упоминаниями о юном школьнике Евгении Лукьянове. Лукьянову Евгению, 4-й класс. Честно, я вообще. Даже в хронологии мы разобрели. Да. Дальше. Январь 63-го. Об освобождении от изучения белорусского языка. Освободить изучение белорусского языка детей военнослужащих. Лукьянов, 4-й класс. А я все равно ходил. Вторым этапом его школьной жизни в Бресте была 11-я средняя школа в Южном городке. Ныне это гимназия номер 6 имени маршала Советского Союза Георгия Жукова. Смена школы состоялась в связи с переездом семьи Евгения Владимировича с Волынки в центр Бреста. Его 5-й класс. Так как это не то самое здание школы, воспоминаний, связанных с ним, у него нет. Но он очень ярко помнит своего классного руководителя, которая также являлась и преподавателем русского языка. Ее фамилия Овчинникова. А почему я это запомнил? Потому что остальных учителей я как-то неблагодарно не отложился. Потому что мы приехали из Германии, а там я 4 года учился в немецкой школе. Русский язык мне преподавали или жены офицеров, или немецкие преподаватели, которые учили меня русскому языку. Можете представить, какая каша у меня была в голове. А в 5-м классе тогда, куда я вот сюда перешел, был такой учебник, я его запомнил на всю жизнь. Бархударов и Крючков. Вот авторы были. Он такой серый был такой. Такой махина. И дырок у меня было. И вот эта учительница Овчинникова, она была очень классной, и она со мной еще занималась. Ну вот просто вот она меня школила, она меня выводила из этого вот мозаичного состояния по отношению к русскому языку. Радно, литература, все понятно. А вот русский язык. Чу-щу, пиши с буквой У, мама мыла раму там. И жуть. Поэтому это отложилось. Последним этапом ностальгического путешествия по Брестским школам Евгения Лукьянова стала средняя школа номер один. Сейчас это первая гимназия. В его жизни было 11 учебных заведений. В точности запомнить каждое, конечно, невозможно. Но есть отдельные фрагменты, воспоминания из школ и городов, где он жил, которые не уйдут из его памяти никогда. Я узнал паркет. Это да. Потому что я его помню. По нему же ходил. Все остальное, конечно, все уже другое. Площадь, вот центральная площадь Бреста, мне всегда казалась огромной. Вчера по ней прошли, думаю, ну, так, как деревья были большими, а площадь стала меньше. И вообще, вы понимаете, детские отроческие воспоминания. И сейчас, накануне 70-летия своего, в общем-то, трудно форматировать в какую-то логическую последовательность. Встреча в первой гимназии проходила очень душевно. После прогулки по школе и здесь руководитель дипломатической миссии ждал сюрприз. Архивные документы с 1965 по 1966 годы, хранящие в себе информацию о юном школьнике Евгении Лукьянове. Зачисления и в школу, месте проживания, причине переезда и многое другое. Самое интересное, смотрите, мы нашли, тоже долго думали, все-таки, откуда вы прибыли? Из школы города Бреста или из города Ленинграда? Видите, какие записи тогда были? Додумайте, сам называется, додумайся нам. Нет, мы прибыли, конечно, из Южного городка. А вот адрес проживания. Адрес проживания. Значит, получается? Квартира. 17. Ну, можем ее найти прямо сейчас. Да я спрашивал, вчера нет, у вас законы по институту. Что-то мы силили все. Во время встречи руководство школы торжественно вручило чрезвычайному полномочному послу Российской Федерации сувенир на память о том, что он являлся учеником именно этой школы, а также памятную копию документа у его зачисления в ряды учеников школы. А лучшая ученица первой гимназии, вручившая ему подарок, в ответ получила ценные и добрые наставления от умудренного жизнью и опытом дипломата. Алена Миневич, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ. Насыщенным у Евгения Лукьянова получился и сегодняшний день. Он начался с посещения священного места для каждого белоруса – мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». А продолжился встречи с председателем Брестского облсполкома Юрием Шулейком. Сегодня сердце областного центра «Брестскую крепость» посетил чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Белоруссии Евгений Лукьянов. В место, где слова становятся лишними, а безмолвная благодарность спавшим защитникам у местной, дипломат прибыл с семьей, сотрудниками посольства и представителями городской администрации. Они возложили цветы к вечному огню и почтили память погибших минутой молчания. Евгений Лукьянов подчеркнул, что героизм, с которой солдаты цитадели защищали рубежи Родины, потрясает. На его взгляд, в истории цивилизации было всего две крепости. Одна именовалась Троя, а другая – Брестская. В истории человечества, конечно, было много войн, много очень неприятных, кровавых, жестоких событий. Они, конечно, были перемежены мирными, счастливыми годами, всем добрым и хорошим, для чего, собственно, должно существовать племя людское. Ну и о крепостях. Вот в истории цивилизации, на мой взгляд, были две крепости. Одна именовалась Троя, другая именовалась Брест. Такая крепость. Так вот, крепости можно взять двумя способами. При полной гибели ее защитников, как здесь, и при предательстве, когда ворота открывают изнутри. Евгений Лукьянов помнит это священное место еще и из своих детских воспоминаний. И делится, что еще мальчишка изучал эти территории. С тех пор многое изменилось, и крепость не только восстановилась, но и преобразилась. То, что этот монумент и весь этот комплекс я вижу в первый раз, вживую, это, безусловно, огромное впечатление. А воспоминания, то, что я вижу вот там ворота, через которые неоднократно сам тот проникал, вот, я вижу, что они в другом цвете, они теперь побелены. А в мое время они были в обычном битом кирпиче. Более... Вот я вижу восстановленный храм. В моем детстве это называлось зданием клуба. Никто не вспоминал, что изначально это был храм, а потом стал клуб, а теперь опять храм. После посещения мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» руководитель российской дипмиссии встретился с председателем Брестского облсполкома Юрием Шулейко. В ходе беседы гостям из ближнего зарубежья была представлена возможность больше узнать об особенностях западного региона, а также о результативности совместного сотрудничества. Мне очень нравится, изучая материалы и готовясь сюда, это работа в свободно-экономической зоне наша с работниками, имеется в виду с предприятиями именно с российским капиталом. Это мощнейшее уже предприятие, можно так сказать. И они сегодня известны на российском рынке, они работают и за пределами, конечно, уже естественной Белоруссии, и поставка идет в различные страны мира. Мы объективно, как основной поставщик, это продовольствие. Брестская область, она особо выраженная. Я когда-то очень долго работал в этой отрасли, и всегда было интересно, интересно, так сказать, продавать быстро, дорого и не бояться каких-то экономических проблем по возврату денег, всегда было понятно. Значительная доля таких предприятий является резидентами свободной экономической зоны Брест. Флагманы нашего города, такие как Савушкин продукт, Гефест, Брестский мясокомбинат, известны, любимы и оценены по достоинству в России. А мы, в свою очередь, гордимся качеством выпускаемой продукции. Я не верю, что когда-то какие-то голландцы приехали в Брест и научили их варить сыр. Так вот, Брестский сыр, который вот таким образом, почему-то появлением объясняется, он на столе у меня каждое утро. Региональное это сотрудничество или межгосударственное сотрудничество, я даже себе вопрос не задаю. Когда я вижу продукцию, сделанную Белоруссией, я уже знаю, что это цена и качество, которые меня устраивают. Следовательно, белорусские производители, на мой взгляд, могли бы вообще не тратить деньги на рекламу в России, а понижать себестоимость производимой продукции. Это самая лучшая реклама. Официальный визит проходил в достаточно дружественной атмосфере. Евгений Лукьянов отметил, что Беларусь и Россия в совместном сотрудничестве имеют больший перспектив, нежели работая порознь. А потому впереди только широкая палитра сфер и областей сотрудничества. Вы смотрите программу «Итоги недели» на БУК-ТВ. Говорим о важном. У Белорусского профессионального союза работников образования и науки в 2021-м вековой юбилей. Отметить праздник и наградить тех, кого за это время объединили профсоюзы, активистов, учителей, воспитателей, преподавателей и, конечно же, ветеранов, посчитали своим долгом руководители организации. Ведь за годы ее становления этой организации была проведена колоссальная работа, в центре которой был и остается человек. В арсенале профсоюзного объединения развитие конкурсного движения, содействие повышению профессиональных и личностных компетенций, предоставление возможностей для социального и карьерного роста, защита законных прав педагогов. Но в праздничный день говорили о людях, которые внесли немалый вклад в работу современного профессионального союза работников образования и науки. Белорусский профессиональный союз работников образования и науки отмечает свой 100-летний юбилей. Эти годы были насыщенными и плодотворными. Пройден колоссальный путь от разрозненных обществ взаимопомощи до единого республиканского объединения. Каждый период по-своему уникален, а разные подходы и методы в работе диктовала сама жизнь. Многое изменилось, но от истоков до современности неизменной осталась основа профсоюзного движения. Его активисты, профсоюзные кадры – замечательные и небезразличные люди. Сегодня мы самая крупная отрасль среди 15 профсоюзов, которая насчитывает 595 тысяч членов профсоюза, начиная от дошкольных учреждений образования и заканчивая Национальной академией наук. 7 035 первичных профсоюзных организаций. И сегодня 2021 год для нас юбилейный. Мы празднуем столетие Белорусского профессионального союза работников образования и науки. Сфера образования и науки – это особая сфера. Там работают талантливые, ответственные люди, работают с молодежью, с детьми, с талантливыми людьми, работают на будущее, потому что инвестиции в молодежь, в науку – это инвестиции в будущее. Поэтому, конечно, мы поддерживаем эти направления. Ну и в нашем профсоюзе образования и науки также работают очень ответственные специалисты, лидеры профсоюзного движения, которые готовы повести за собой работников сферы образования и науки. И, конечно, защищать же их интересы и права. Поэтому я благодарен всем за работу нашим профсоюзным активистам, работникам сферы образования и науки. И желаю всем крепкого здоровья, родным, близким, мира, добра, благополучия и новых трудовых достижений. Профсоюзы сегодня не только защищают трудящихся в конкретных сложных ситуациях, но и активно влияют на принятие важных решений в социально-экономической сфере и развитии общества в целом. Поэтому тех, для кого профсоюз был и остается надежной опорой и объединяющей силой, лидеров и активистов, учителей, воспитателей, преподавателей и ветеранов, собрали вместе, чтобы вспомнить яркие страницы истории, наградить и, конечно, поздравить с юбилейной датой организации. Уважаемые друзья, в такую юбилейную дату, конечно, хочется в первую очередь поздравить наших ветеранов профсоюзного движения. Это наш золотой фонд, который фактически сделали всю ту работу, становление произошло. Вся-то сегодня собственность профсоюзов, она создана ими руками. Конечно же, есть сегодня очень талантливые, толковые, молодые председатели первичных профсоюзных организаций, просто члены профсоюзных организаций, которые участвуют в различных конкурсах и достойно себя показывают в различных мероприятиях. За активное участие в деятельности отраслевого профсоюза, совершенствовании социального партнерства, работу по обеспечению трудовых и социально-экономических прав членов профсоюза было награждено более 40 человек. А золотому фонду организации и её ветеранам были вручены свидетельства о занесении в Книгу почёта Брестской областной организации. Моя профсоюзная дорога наличивая и вымирается четырьмя десяти годами. А коли так сказать конкретно, 42 годы я отдал гэтай громадской работе, бо любил дятей, любил своих коллег, и за все дыхатель прийти и оказать допомогу своим коллегам. В этот день звучали поздравления и пожелания, а замечательная, яркая и насыщенная концертная программа стала украшением праздника и благодарностью за работу для всех участников встречи. Министр образования Республики Беларусь Игорь Карпенко уже не первый раз приезжает в наш город. И не первый раз в плане его рабочей поездки встреча со студентами Брестского государственного университета имени Пушкина. Инициатива исходит от молодежи, а потому, подчеркнул Игорь Карпенко, можно говорить о том, что выстроен системный и конструктивный диалог. Вопросов от студентов было много. Говорили о качестве образования, о необходимости поддержки молодежи при выборе специальностей во время становления в профессии, распределении выпускников. Это лишь несколько тем, которые обсудил министр со студентами. Каким получился открытый диалог, расскажет Людмила Логодич. Визит министра образования Брестский государственный университет имени Пушкина начался с обзора на экскурсии по учебному заведению. Игоря Карпенко познакомились с представителями Института Конфуция, где организованное изучение китайского языка, а также почетному гостю вручили памятные подарки. Он, в свою очередь, заметил, что в Беларуси уже есть хорошие учебники по изучению китайского, адаптированные для нашей страны. Затем началась встреча со студентами, которой каждая из сторон подошла ответственно. У нас системный идет диалог со студентами. Я уже второй раз встречаюсь со студентами в свою бытность министра образования в Брестском государственном университете имени Пушкина. Насколько я знаю, инициатива исходила от них. Мы всячески поддержим развитие структур студенческого самоуправления, поскольку студенты активные субъекты образовательного процесса. Они участвуют во всей жизнедеятельности любого университета, начиная от деятельности совета университета, заканчивая всеми теми внеучебными делами, которые организуют сами через свои клубы, спортивные секции, творческие коллективы, научное общество и так далее. Поэтому я думаю, что диалог будет достаточно открытым. Встреча с министром – хорошая возможность, что называется, из первых уст. Узнать о новом кодексе об образовании. Ведь Брестский вуз имеет прежде всего педагогическую направленность. Обсуждались вопросы об изменениях в учебных планах, программах, методиках. Говорил Игорь Карпенко, живо участвовали в разговоре студенты. А в получении обратной связи и заключается важнейшая цель подобных встреч. Игорь Васильевич, сегодня в обществе активно обсуждается проект нового закона кодекса об образовании. И в связи с этим вопрос, какие изменения, на Ваш взгляд, существенно поменяют нашу систему образования в Республике Беларусь? Мы пошли по пути некого упрощения этой системы. Мы переходим с принятием нового кодекса, перейдем на примерные учебные платы программы. То есть это не значит, что, допустим, правоведы, которые учатся в университете Пушкина и правоведы, которые учатся в БГУ, их программы будут существенно отличаться. Нет. Будет какой-то обязательный государственный компонент, какой-то объем определенный, набор предметов, количество часов и так далее. Но будет и значительный компонент отдан университету для того, чтобы он уже определял и быстро мог усовершенствовать вот это содержание образования в зависимости от потребности заказчиков кадров, отраслей экономики и так далее. Если в начале встречи звучали вопросы о дистанционном обучении, востребованности компетенций на рынке труда, вакцинации, патриотизме и отношении к фальсификации истории, то затем перешли на более личные. Например, каким видом спорта увлекается министр или как борется со стрессом? В процессе общения ушла первоначальная неловкость и волнение у студентов. Игорь Карпенко, как настоящий дипломат, сумел выстроить разговор не с высоты своей должности, а с общечеловеческих позиций, приводя примеры из своей жизни и говоря о том, как воспринимают ту или иную проблему у него в семье. Студенты – это творческие, энергичные люди, у них есть вопросы, которые их интересуют. И получение образования, и дистанционная форма, использование информационно-коммуникационных технологий, понятие гражданственности и так далее. И в ходе сегодняшнего разговора много было задано вопросов нашими студентами министру, на которые они получили исчерпывающий ответ. Я хочу сказать, это был не просто разговор, а это был диалог. Именно диалог и министра, и нашего студенчества. Мы узнали много нового, смогли задать интересующие нас вопросы и получить очень развернутые ответы на них. Получился действительно настоящий диалог. Это не такой монолог, как мы привыкли видеть по телевизору, или вот зачастую, когда к нам кто-то приезжает. Это был очень душевный диалог, и мы все крайне благодарны. Обе стороны остались довольны общением и надеются, что подобные встречи состоятся еще не раз. Людмила Логодич, Андрей Щерб, Александр Макаревич. Специально для программы «Итоги недели». Автомобили занимают лидирующее место среди источников выбросов свинца в окружающую среду. Если раньше воздух в крупных городах загрязняли в основном предприятия, то теперь до 80% вредных выбросов приходится именно на автомобили. Решить эту проблему способно развитие экологического транспорта. В Бресте поддерживают это направление, потому новый для областного центра общественный транспорт представили на площадке рядом с главным входом в Брестскую крепость. Электробус, или как его еще называют «зеленый транспорт» – лишь первый шаг к чистому воздуху. Какие у него технические характеристики и, главное, когда мы его увидим на маршруте, ответим прямо сейчас. Автобусы, троллейбусы, маршрутки, автомобили и мотоциклы – к этим видам транспорта мы все уже привыкли. И просто не обращаем внимания на чихание и кашель, сопровождающиеся черными клубами ДМК вышеназванных транспортных средств. Неудивительно, куда же мы без них? Можно с ними, но экологично. Развитие «зеленого транспорта» в мире сегодня в приоритете. Это электробусы. И вот первый «зеленый» уже есть в Бресте. Это первая ласточка выздоровления воздуха в областном центре. Первыми пассажирами стали дети, ведь презентовали «электробус» в день защиты детей. Конечно, что еще нужно современным детям, да и не только им? Интернет. Кстати, теоретически «электробус» можно оснастить интернетом, но пока уже есть зарядки. Ура! А еще в начинке камеры водителю видно, что происходит в салоне. Теплая и холодная подсветка. В «электробусе» мест для сидения 30. И еще 39 пассажиров могут ехать стоя. Имеется место для колясочника. Новый «зеленый» транспорт полностью экологичен и функционален. Электробус может проехать 280 километров на одной зарядке. Зарядная подстанция стоит на базе троллейбусного парка. На медленной зарядке он заряжается порядка пяти часов. Экспресс-зарядку мы еще не пробовали, ну, не было необходимости. Поэтому с утра, зарядившись, он выезжает на маршрут, отрабатывает нормально целый день. И потом опять уезжает в парк на зарядку. Ну, пока планируем так. Ну, жизнь покажет, как будет дальше. Петр Воробей в Бресте – первый водитель электробуса. Опытный, с немалым стажем. Но волнение присутствует. Пришлось повышать категорию, изучать технические характеристики. Сегодня он дока в этом вопросе. Комфортная машина, уже более современная, тихо. Это нет ни дыма, естественно, ни шума, как от двигателей, как в автобусе. Чем отличается от автобуса. Чем отличается от троллейбуса, ну, это понятно. Линия, ты не привязан к проводам, нет только приемников. Ты повернул налево, повернул направо, отклонился. То есть объехал какое-то препятствие, можно заехать в спальный район. В зависимости от маршрута. Покатаемся, посмотрим хотя бы, вот, поехать день, недельку, месяц покатать, и уже будет понятно. И, как завод сказал, то есть, если они хорошо себя зарекомендуют в течение года, будут стоять в серию. Пока по одной на область. Да, пока зеленый электробус на Брещене первый. К нему пристальное внимание. Интересно, что собой представляет, чем отличаются, каковы технические характеристики. Все эти вопросы задавал водителю мэр города Александр Рогачук. Это первый электробус, но очевидно, чтобы улучшить экологическую ситуацию, у Бресту требуется ни одна, ни две таких единицы. В целом, нужно переходить на электротранспорт. Да, это удовольствие не из дешевых, но в данном случае овчинка выделки стоит. Для того, чтобы сделать полноценный маршрут, нужно шесть таких автобусов. И наша мечта сделать основной маршрут, или от областной больницы, или центрально-городской больницы до нового автовокзала полностью электрически. Поэтому на следующий год приоритет понятен и очевиден. Посмотрим, обкатаем, увидим экономику этого дела. Но мне кажется, что обратного пути нет. И это правильное направление, которое выбрало руководство страны и области. И, естественно, поддерживается руководством города. Очень комфортно. Как сказал водитель, он готов был еще ехать еще тысячу километров. Это самое главное. Комфорт пассажиров, комфорт водителя. А комфорт водителя – это его, соответственно, отсутствие усталости, безопасности и прочее, прочее, прочее. Поэтому нормальная, хорошая, правильная, нужная тема. В месяц электробус будет работать в тестовом режиме. Затем планируется запустить его в систему городского транспорта. Увидим его на центральной городской дороге. Маршрут, областная больница, автовокзал. С комфортом прокатились в электробусе Ирина Левчук и Александр Воронин. Первый электробус – зеленый транспорт. Экологический – здорово. И вообще, заметили, что очень много в Бресте делается, чтобы статус самого чистого и зеленого города сохранить. Итак, если город, то зеленый. Если квартал, то только с акцентом на озеленение. Таких направлений придерживается руководство областного центра. Еще в 2019 году состоялось утверждение генерального плана застройки Бреста. Его границы остались прежними, но людей, а именно нуждающихся в новых квадратных метрах, становится все больше. А потому было принято решение начать уплотнять как центральную часть города, так и его микрорайоны. На данный момент в микрорайоне Вулька ведется подготовка территории под новый квартал с природным акцентом. Планируется, что здесь не просто возведут несколько домов для уплотнения застройки, а создадут законченный ансамблевый комплекс «Лесной парк». Мы узнали о концепции нового квартала. В областном центре существует немало микрорайонов. Одни из них имеют 20-летнюю историю и более, другие построены не так давно. Новые застройки разительно отличаются от того, что предлагалось Брещанам раньше. Строительство претерпевает апгрейд. Появляются элитные дома с консьержами и подземными парковками, тонхаусы. Выбор на любой вкус и кошелек. Но нуждающихся в жилье все равно еще немало. Брест расширяться в границах не будет. Уплотняемся. Микрорайон Вулька в этом вопросе один из перспективных. В скором будущем здесь вместо пустого и заброшенного пустыря появится квартал с природным акцентом – «Лесной парк». Данная концепция реализуется пока в виде эксперимента. Это более такой экспериментный проект, так как, как я ранее говорила, что здесь среда очень комфортная, так как тут был, ну, не соответствует другим микрорайонам, так как мы здесь оставили и канаву, сделали новый пруд, сделали, будет и озеленение, ну, новое. Так как город у нас очень южный, теплый, везде мы сейчас высаживаем большое количество растений, ну и решили здесь тоже такой, сделать зеленый оазис города. Проектированием нового квартала, ограниченного улицами Вульковской, Рябиновой, Пугачевской и Полевой, занимались специалисты Брежилстроя. Именно они разрабатывали концепцию, планировали количество застроек и детально продумывали ландшафтный дизайн. То, что получится в скором времени, впечатляет. Лесной парк – это образная архитектура. А же здесь будут многодетные семьи и те, кто стоит в очереди. Первоначально на данной территории оставался пустырь, который был предназначен для детского сада. Так как сейчас строительство социальной инфраструктуры детских садов и школ – это бюджетное строительство, и не все эти территории востребованы, было решено построить там жилую застройку. Для того, чтобы обеспечить местами в детских садах, на территорию предусмотрен жилой дом со встроенным детским садом. Встроенный детский сад – не единственное интересное решение при создании концепции нового квартала. Проектировщики продумали все до мелочей. Ансамбль из новых домов отлично впишется в уже существующую застройку. Также решили вопрос нехватки парковочных мест, создали комфортные общественные зоны и предусмотрели места для детских площадок. Кроме того, на проектирование новой застройки сильное внимание оказала история места. От индивидуальной усадебной застройки для того, чтобы не было подтопления территории, сделана канава. Но она идет не просто как инженерное сооружение, как это было до этого. До этого существовало, были огороды у людей, чтобы их не подтопляла многоквартирная застройка, была устроена канава. Мы ее переносим. Это создается рекреационная зона, которая начинается канавой и заканчивается озером, а вокруг этого озера сделаны места отдыха для взрослых, детей, дополнительная детская площадка сделана. Образ лесного парка будет поддерживаться различными деталями обустройства территории. Во внешнем оформлении жилых домов планируется применить природные фактуры. Будут преобладать оранжевые и зеленые цвета. А также использованы декоративные штукатурки с рисунком, имитирующим дерево и кирпич. Проект предполагает высадку множества насаждений, хвойных для создания зеленого каркаса в течение года и лиственных, которые будут радовать жителей сезонно. Изначально территория была свободна от застройки, на ней находилось большое количество зеленых насаждений. Но так как территория подсыпается, новым проектом было предусмотрено различное зеленение, которое представлено преимущественно хвойными растениями, кустарниками, деревьями. Название лесной парк связано с нашей концепцией создания парка в жилой зоне, в жилой застройке, для создания рекреационной зоны для жителей данной территории. Квартал лесной парк будет включать в себя 9 домов разноэтажной застройки, 3 9-этажных и 5-этажных дома, а также 6-7-этажные дома. Общее количество квартир составит порядка 600. Найти новое место прописки в квартале с природным акцентом сможет достаточно большое количество горожан. Мы рассказали о событиях Бреста за неделю. Такими их увидели мои коллеги-журналисты БУК-ТВ. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните номер в Бресте 54-63-67. Не забывайте, наш канал есть и в социальных сетях. Будьте с нами на Фейсбуке, Инстаграм, Вконтакте, а также подписывайтесь на наш канал в Ютуб. Мы встретимся снова в студии программы «Итоги недели» уже в следующую субботу. А сегодня я, Ирина Левчук, прощаюсь с вами. Всего вам самого хорошего и, конечно же, берегите себя, будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова